Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, из которого вы узнаете о самых последних событиях из автомобильного мира. И сегодня я расскажу вам о таком. Компания Ford представила гоночную версию электрического Mustang Mach-E. Volkswagen заморозил производство доступного Bugatti. Спортивное подразделение Ford Performance в содружестве с ателье RTR представило гоночную версию электрического Mustang Mach-E. И тем самым решило показать всему миру, на что способны новые технологии и что нас ждет в будущем. Автомобиль построен на базе Mustang Mach-E GT. Только вот вместо двухмоторной силовой установки, этот монстр оснащается аж семью силовыми агрегатами. Вы спросите, зачем так много? Все очень просто. Три мотора прикреплены к переднему дифференциалу, а еще четыре к заднему в виде стопки блинов. Двигатели соединяются с дифференциалами одним карданным валом, который имеет огромный диапазон регулировок. Такое решение позволяет настроить автомобиль под любой тип состязаний, начиная от дрифта и драга и заканчивая гонками на треке. А трансмиссия способна не только распределять момент между осями, но и перебрасывать всю мощь как на переднюю, так и исключительно на заднюю ось, в зависимости от ситуации. Другими словами, в компании решили показать, насколько универсальным может быть электрокар. Отдача всей этой установки составляет 1419 сил. И этот показатель не оставляет камня на камне от привычных нам двигателей внутреннего сгорания. Увы, но жадные представители компании не предоставили какой-либо информации о динамических характеристиках. Но они наверняка очень впечатляющие. Ведь не зря же автомобиль получил аэродинамический обвес, благодаря которому на скорости в 257 км в час создается прижимная сила более чем в одну тонну, что позволяет удержать на месте хоть и электрический, но все такой же дикий мустанг. Автомобиль оснащается никель-марганцевой батареей емкостью 56,8 кВт-час, системой охлаждения, где используется диэлектрическая жидкость. Это позволяет снизить нагрев батареи во время зарядки. В компании также подумали о безопасности и оснастили новинку тормозной системы от Brembo, как у гоночного Mustang GT4, которая оснащена электронным усилителем, что обеспечивает последовательное рекуперативное торможение в сочетании с АБС и контролем устойчивости для оптимизации тормозной системы. А фанаты понаваливать боком по достоинству оценят в наличии гидравлической системы ручного тормоза, которая интегрируется с органами управления трансмиссией, чтобы дать возможность отключать питание задних двигателей. Жаль, но данный автомобиль так и останется гоночным прототипом. Хотя в компании не исключают, что в будущем кое-какие технологии можно будет встретить и в серийных машинах. Дебют Ford Mustang Mach-E 1400 состоится в гонке на SCAR, где и можно будет посмотреть, на что способен данный автомобиль. Bugatti еще в прошлом году изъявила желание выпустить на рынок более доступную модель, которая могла бы помочь компании увеличить доход и укрепить позиции бренда в целом. Если верить анонимным источникам, это должен был быть четырехдверный роскошный седан в фирменном стиле компании. Правда, есть одна проблема. Доступной данную модель можно назвать большой натяжкой. Все дело в том, что в отчетах компании фигурировал ценник от полумиллиона долларов за один экземпляр. Конечно, на фоне других моделей производителя это дешево и доступно. Но вот вопрос для кого? В любом случае, даже если у вас есть необходимая сумма денег, пойти и купить доступный Bugatti, увы, не получится. И все дело в этой пандемии, из-за которой мир так и не увидит добрую дюжину различных проектов, и в том числе и бюджетные Bugatti. У Volkswagen банально нет сейчас денег, чтобы реализовать данный проект, так что производителю придется жить за счет ограниченных серий, которые компания плодит с неимоверной скоростью и большим успехом. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте о нашем инстаграме, который доступен по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok